Этот год запомнится горожанам тем, что одни за другими ломались уличные часы. Сначала стрелки замерли на циферблате почтамта. Следом за ними время остановилось для работников Краеведческого музея. Но эти часы сотрудники отключили намеренно, так как они начали сильно отставать. Немного, не мало, через два года механизму исполнится сто лет. Часы были изготовлены в Германии, привезены сюда. И долгое время они служили каким-то ориентиром, дополнительным ориентиром для Иваново-Вознесенцева. Часы, надо сказать, что ломались. Их время от времени чинили. И уже в советское время, годов 70-х, 80-х, они бездействовали. А в 90-х годах и починил наш музейный часовщик. Причину очередной поломки удалось быстро выяснить. Движущей силой механизма является груз весом 80 килограммов. Он располагается в этой шахте, внешне напоминающей трубу. Специалистам пришлось менять ее полностью, так как она накренилась, и гири начали задевать стенки. Ремонтные работы заняли два дня и обошлись в 30 тысяч рублей. Сердце часового механизма и полутораметровый циферблат находятся под самой крышей. Так как часы на башне музея бурлили на механические, то и уход за ними отнимает немало времени. Заводят механизм при помощи вот этой рукояти. Трос наматывается на барабан, после чего стрелки начинают свое движение под тяжестью груза. Проводить такую процедуру необходимо два раза в неделю. За состоянием часов следит Александр Самойлов. По профессии он не часовщик, но исправно поддерживает механизм рабочим состоянием. Часы эти принял я от предыдущего мастера, который уже по состоянию здоровья не смог работать. Тяжело ему подниматься, ноги отказали. Он мне все рассказал, все показал, как эти часы выставлять, как с ними работать, как их чистить, как их смазывать. За четыре дня башенные часы на здании музея бурлили на успевают отстать на две минуты. Но, по словам специалистов, для такого устройства эта погрешность невелика. Механические часы по-своему уникальны, ведь все остальные крупногабаритные часы в городе давно уже стали электронными.